Тема Джонни Деппа и Пиратов Карибского моря, конечно, актуальна в последнее время, как никогда ранее. В первую очередь, потому что только Дисней дали зрителям лучик надежды на то, что актер таки вернется в своей легендарной роли, как тут же поспешили на попятную. Рассказывая о новом касте с Марго Робби, а также Карен Гиллан, так вот, к чему это все? Дело в том, что по самым последним сообщениям стало известно, что оказывается, ничего еще насчет Джонни и его капитана не решено окончательно. И по сути, судьба Джека Воробья прямо сейчас решается в Лондоне в суде Деппа против таблоида Сан. Как бы странно это не прозвучало. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, в чем же дело? А все дело в том, что, как сообщают некоторые англоязычные ресурсы, в частности, например, Геймранд и ряд других, руководство компании Дисней до сих пор находится в замешательстве. В том плане, что им, как говорится, и хочется, и колется, и мама не велит. Потому что сперва супер дружественная, в кавычках, и семейная, и мышиная корпорация решила раз и навсегда откреститься от Джонни Деппа. Мол, актер вовлечен в слишком грязную историю и все в этом роде. Но потом, увидев, насколько негативно такие выходки принимает аудитория, Дисней надумали сдать назад. Тогда-то мы с вами и узнали, мол, Капитан Воробей в исполнении Джонни еще может вернуться и так далее. Было это весной текущего года, но потом часть босса в студии не послушала увещевания многолетнего продюсера пиратских фильмов Джерри Брукхаймера, который, как мог, уговаривал руководство не лишать франшизу ее главной звезды. Но настроение боссов опять изменилось, их, как сообщается, все же напрягал и до сих пор напрягает тот факт, что личная жизнь Деппа и как раз не самые простые и светлые ее моменты сейчас на виду. Ну а такой фон уж точно не вяжется с тем имиджем, который на протяжении многих лет строит себе корпорация Дисней. Короче говоря, выяснилось, что на данный момент ее представители просто-напросто затихарились и ждут. Чего? Ну, разумеется, исхода судебного разбирательства Джонни и таблоида Сан, который в статье 2018 года написал, мол, актер избивал свою бывшую жену Эмбер Херт. Сам же Депп утверждает, что эта подлая ложь и требует 50 миллионов долларов компенсации за ущерб личной репутации, как раз и ссылаясь, мол, вследствие всей подобной клеветы он потерял роль в пиратской саге. Так вот, слушание по этому более чем громкому и резонансному делу открылось во вторник, 7 июля в Лондоне. Видно, что обе стороны и их юристы подготовились очень даже недурно, так что теперь непонятно, куда именно заведет кривая юриспруденции и что решит высокий суд. Именно этого и ожидают боссы Диснея, прежде чем принять окончательное решение. То есть, если Джонни Депп выиграет и суд постановит, что Сан в самом деле его оклеветали, тогда получится, что даже несмотря на ожидающиеся еще одно дело уже непосредственно Деппа с Эмберхёрд, его репутация сможет считаться очищенной. В таком раскладе, как сообщается, боссы киногиганта, возможно, даже еще рассмотрят вариант полноценного возвращения капитана Джека Воробья. Более того, по последним новостям, теоретически, при благоприятном исходе, этот же персонаж может мимоходом нарисоваться и в новой отдельной пиратской франшизе с Марго Робби в главной роли, которую буквально недавно анонсировали в Дисней. Кстати, подобные прецеденты резкой переменной решений для компании не новые, как, например, с режиссером Сражей Галактики и второго отряда самоубийц Джеймсом Ганном, которого сперва Дисней показательно уволили за какие-то там старые твиты, а потом сами чуть ли не приползли упрашивать, чтоб тот вернулся. Ну а возвращаясь к Джонни, если вдруг получится так, что суд признает требования Деппа необоснованными, то есть по сути решит, что Сан тогда два года назад написали правду, тогда боюсь, что капитана Воробья мы, скорее всего, больше не увидим никак и никогда, ну разве что в предыдущих фильмах. Так что, как видите, прямо сейчас как раз все и решается, и не в офисе Диснея, а в суде Лондона. Мы будем понемножку информировать вас о дальнейшем раскладе, так что подпишитесь на канал, кто не хочет пропустить интересные новости, а прямо сейчас напишите, что думаете на данный счет, ну и поставьте палец вверх, кто поддерживает Джонни Деппа и ждет возвращения капитана Воробья. Спасибо всем за просмотр, пока-пока.